В этом видео я расскажу, как можно экономить свое время и силы на кухне, используя заготовки. Посмотрите в холодильник, тут практически нет продуктов, зато вы видите заготовки и полуфабрикаты, используя которые можно готовить намного быстрее. Важное пояснение. То, что вы сейчас увидите, это продукты из расчета на неделю, но на одного человека. Этот человек я, это мой холодильник, у меня большая любовь к овощам, к зелени, у вас может быть другой тип питания, вы можете любить другие продукты, и это не важно. Самое главное, что я вам хочу показать, и то, что вы должны увидеть в этом видео, это принципы, благодаря которым вы можете сократить свое время на приготовление еды. То есть, что нужно сделать с продуктами после того, как вы их купили, принесли домой, как превратить их в заготовки, в полуфабрикаты, и благодаря этому экономить свое время, силы и деньги на кухне. А я показываю на своем примере, вы применяете уже на своих кухнях, в своих условиях, с вашими любимыми продуктами. Если вы будете делать заготовки, вам обязательно пригодятся и понадобятся контейнеры. Я покажу на примере своих, что у меня есть, и принципы, по которым я их выбирала, и почему именно такие. Вот смотрите, все, что у меня есть, вот здесь на этом столе, и первое, что вы, наверное, обратили внимание, что они разного размера. Так и должно быть, если вы будете свои покупать, покупайте, как очень большие, где можно хранить, например, овощи, фрукты, зелень среднего размера, ну и даже совсем маленькие, они пригодятся, если вы делаете, например, соусы, пастеты, разные намазки. Поэтому у меня контейнеры разного калибра. Второе, это материал. У меня есть как стеклянные контейнеры, вот, например, такие или такие, и есть пластиковые. Пластиковые, пластиковых больше, потому что они просто удобнее, они дешевле, ну и как бы действительно самый, наверное, практичный материал. Когда вы будете покупать, первое, что надо посмотреть, видите, вот у меня обычные контейнеры из Икеи, обязательно на каждом контейнере ищите маркировку, видите, вот здесь справа, рюмочка и вилочка, или еще может быть буквами ПП или ПП-5 или ПП-6. Это означает, что вот этот пластик, его можно использовать для пищевых продуктов. Это очень важно. На каждом контейнере должна быть именно такая маркировка. Смотрите, она здесь, здесь тоже есть. Особенно первое, что должно высмотреть, это вилочка и рюмочка. Если пластик пригоден для пищевого такого использования, значит, можно покупать и можно использовать. Вот так это все выглядит. И если еще одна особенность, которую вы могли заметить, здесь есть как закрытые контейнеры, так и открытые для хранения, например, в холодильнике. И все контейнеры имеют углы. У меня нет, и я принципиально не покупаю круглые или овальные контейнеры. Почему? Потому что они неэргономичные. Мы всегда стараемся экономить место в холодильнике, в морозилке, на кухне. И проще всего это сделать, если у вас форма прямоугольная или квадратная ваших контейнеров. Поэтому вы с такой формой можете их ставить друг на друга, вот такими башенками. И они будут меньше места занимать в холодильнике, особенно если для вас это актуально. И вы все время экономите место. Видите? Итак, мне привезли продукты. Вот смотрите, если положить все в одно место, то выглядеть они будут вот так. Это промежуточный шаг. Большая ошибка на этом этапе все отправлять в холодильник. Нет. Как раз вот на этом этапе и начинаются наши заготовки. Мы еще не готовим окончательно блюдо, но заготовки начинаем делать прямо с этого момента. Что у нас есть, мы должны освободиться от пластиковой упаковки. Исключение только те продукты, которые находятся в вакуумной упаковке, их можно оставить. Но все остальное мы достаем из пластика, он нам точно не нужен. И все моем. И избавиться от того, что они очень, может быть, свежие, качественные. Вот, например, эти стебли мне точно не нужны, но какие-то вялые листики я сразу убираю. Вот, смотрите, сейчас уже все намного лучше выглядит. По крайней мере, понятно, какие продукты, в каком они качестве. Но это еще не все. То есть сейчас у нас просто продукты чистые, мытые, но мы их еще никак не подготовили. Что я не пересыпаю, это если находится вот в такой упаковке. Вакуумной, уже в заводских настройках, как говорится. Поэтому просто дольше хранится. Я ничего не делаю. Вот так выглядит почти конечный результат. Конечно, я вам еще в холодильнике покажу. Но вот отсюда просто удобнее показывать, что сделано. Насколько удобнее, красивее, компактнее все это смотрится. Согласитесь, правильно? Потому что все в контейнеры разложено. Все лишнее убрано. И лишние, и испорченные части продуктов. И целлофаны, и заводская упаковка. И даже какие-то простые вот такие операции. Например, не головка чеснока, а сразу разбила на дольки, чтобы быстрее можно было готовить. Крекеры вот здесь. Ой, выпадут из контейнера. Удобный контейнер как раз под ширину крекеров. Здесь редиска. Это уже тертый пармезан. Куряное филе. Ну, здесь понятно, какие овощи. Открытые овощи, типа баклажаны и огурцы. У них плотная кожица. Они достаточно долго могут храниться. Несколько дней в холодильнике спокойно. А вот нежная зелень. Например, зелень я всю обязательно сразу в контейнеры. Вот у меня несколько контейнеров зеленью. И помидорки тоже туда с зеленью. Здесь мята, здесь помидорки черри. Здесь салат. Обычные помидоры тоже салат. Горошек. Перец. Здесь шпинат, по-моему. Петрушка. И уже сейчас, по-моему, шпинат еще отдельный. Вот все это так смотрится. Теперь осталось только расположить все продукты в холодильнике. В зависимости от температуры хранения. Скоропортящиеся продукты я размещаю на верхних полках, где самая низкая температура. А продукты более длительного хранения находятся внизу. Там, где температура чуть-чуть повыше. Еще хочу показать еще один. Тоже свой холодильник. Я вот эту съемку делала уже через некоторое время. Может через неделю, через две. Поэтому там будут другие продукты и другой пример. И опять же повторюсь. Самое главное, что вы должны увидеть, это не продукты. Вы должны увидеть способы, которым я их вот так готовлю, обрабатываю, чтобы вы тоже их могли использовать. И экономить свое время, силы и деньги на кухне. И вообще эта тема, как готовить быстро, легко, просто, это основная тема и то, чем я занимаюсь. Если вы еще не знакомы с системой меню недели, то обязательно приходите на бесплатный вебинар. Я ссылку оставлю в описании под этим видео. Если вы туда придете, вы поймете. Вот 9 основных инструментов, используя которые, вы можете сократить свое время на кухне в несколько раз. То есть, если обычная женщина проводит на кухне 4-5 часов в день, это правда среднестатистическая женщина с семьей, у которой готовит, убирает, накрывает на стол. Это все 4-5 часов в день занимает. Но если вы примените вот эти принципы, только один из них я показала в видео, а еще 9 этих инструментов вы узнаете в вебинаре. Приходите, он бесплатный, вы ничего не должны платить. Более того, я вам даю подарки за регистрацию, пример меню на неделю. Поэтому давайте знакомиться. А я пока еще покажу еще один пример, как организовать пространство в холодильнике и как делать заготовки. Смотрите. Теперь я вам в качестве примера хочу показать, как выглядит мой холодильник, когда я на диете. Мой холодильник тоже на диете. Вот если визуально это посмотреть, видите, большое количество овощей и зелени. Я не вегетарианка, поэтому в моем рационе есть рыба. Это я сегодня приготовлю. Яйца, говядина. Я его сразу фарш сделала. Это пармезан тертый. Очень хорошо добавляет салатик в небольшое количество. И молоко растительное. Овсяное и ореховое. Томатная паста. Так, здесь у нас полочка такой зелени. Это листья карри. Я сейчас экспериментирую с блюдами индийской кухни, поэтому у меня в бацаны есть. Это шпанаток. Обычный салат лоток. Огурцы. Чеснок. Капуста обулочная белокочанная. Это тоже что-то из Индии. Какой-то неизвестный овощ. Я его еще не пробовала. Вот как раз хочу поэкспериментировать и готовить на этой неделе. Это перчики. Дальше все понятно. Лимончики, лайм, кабачки маленькие, тверденькие. Здесь помидоры. Капуста, брокколи и баклажаны синики. Вот так вот. Еще раз покажу крупным планом. Примерно это на неделю. Если нужно что-то, покупаю. Если нет, тогда ухожу с тем, что есть. Но самое главное, все продукты помыты, уже удобно расположены. И когда мне что-то хочется срочно есть, смотрите, осталось только полезное. Осталось только за 15-20 минут приготовить, например, салатик или какое-то овощное блюдо. И все будет очень вкусно. И главное, полезно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы взяли много полезного для себя. Меня зовут Дарья Черненко. Если вы вдруг случайно попали на этот канал, тогда оставайтесь. Во-первых, подписывайтесь на этот канал. Приходите ко мне на бесплатный вебинар, в котором я рассказываю про то, как экономить время, силы и деньги на кухне. Приходите на мой сайт. Я очень много в подписке, в рассылках делюсь разными шаблонами, карточками, примерами меню, табличками автоматизированными. Используя которых, вы можете очень сильно сократить ваше время, которое вы тратите на готовку, на уборку, для того, чтобы у вас оставались силы и время на вещи действительно важные. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok